Я рискну делать прогноз, что никакого дефолта в США не будет. За последние более 70 лет потолок государственного долга в США поднимался 74 раза. Это делали как республиканцы, так и демократы, причем в период республиканской партии у власти это происходило более 50 раз, и остальное приходится на демократов. Почему так много на эту тему разговоров и следует ли воспринимать эту проблему как часто бывает нечто катастрофическое, что может кардинально поменять и ситуацию экономики США, и мировой экономики. Действительно, последние события заставляют очень серьезно относиться к этой проблеме, поскольку, как мы знаем, в последний раз, когда немножко более года назад был поднят потолок государственного долга до более чем 16 триллионов долларов, эта проблема решалась чрезвычайно сложно. То есть были острые споры, острые дискуссии между демократами и республиканцами, и каждый пытался выторговать какие-то свои плюсы, какие-то преференции в этом споре. Но, тем не менее, как мы все были свидетелями, компромисс был достигнут. Вот он был достигнут и сейчас, в декабре прошлого года, когда на два месяца удалось отсрочить этот так называемый дефолт и отсрочить автоматическое снижение расходов, которое могло произойти в случае, если бы решение по налогам и расходам не было достигнуто. Но оно было достигнуто. Оно было достигнуто, поскольку, как представляются обе партии, несмотря на все попытки получить односторонние преимущества политические и экономические, они все-таки понимают меру своей ответственности и понимают степень ответственности США в экономике, да и в политике всего мира. Поэтому на два месяца эта проблема получила отсрочку. Но что будет через два месяца? Значит, я полагаю, что через два месяца патолог государственного долга будет увеличен. Это означает, что не произойдет дефолт, не произойдет автоматического снижения расходов бюджетных, и будет достигнута договоренность о дальнейших льготах по налогам, как это было достигнуто в декабре минувшего года. То есть были подняты немножко подоходные налоги до 39,5% для людей, получающих более 400 тысяч долларов, и для домохозяйств, получающих более 450 тысяч долларов. Значит, я думаю, что нечто подобное будет… Льготы, кстати говоря, остались для людей, имеющих более низкие доходы. Нечто подобное будет сделано и через два месяца. Теперь более широкий контекст. Вот повышение потолка долга. Значит, увеличивает, естественно, государственный долг США. И вот по этому поводу ломается очень часто много копий, и нередко можно слышать суждение о том, что Соединенные Штаты – это вообще страна-банкрот, страна, которая живет исключительно тем, что печатает ничем не обеспеченные деньги. И вот отсюда, собственно говоря, все проблемы, которые вытекают в американской и мировой экономике. Ну, так ли это? Вот давайте просто ответим на простой вопрос. Если бы Соединенные Штаты просто печатали деньги, что нередко можно слышать в разного рода суждениях. Имело бы им смысл вообще иметь какой бы то ни было государственный долг. Зачем тогда долг? Какой долг, который надо обслуживать? А ежегодно американцы примерно 250-270 миллиардов долларов тратят на процентные расходы из федерального бюджета по обслуживанию этого долга. Значит, особенность долга США стоит в том, что они, конечно, очень заинтересованы в этих деньгах. Они заинтересованы в долге, потому что он помогает им финансировать и экономику, и государственные расходы, и оборонные, и так далее. Но любопытная вещь, в отличие от всех других стран-должников, американцы ни у кого денег, долг не просят. Наоборот, все другие страны просят США разрешить им приобрести их государственные облигации. Совершенно иная ситуация. И связана она с тем, что, конечно, вопрос непростой, достаточно дискуссионный. Каким образом американцы печатают деньги, в какой степени они обеспечены. Но формально каждый напечатанный доллар обеспечивается государственными ценными бумагами. А уж бумаги обеспечиваются как бы всеми активами Америки. Каков механизм этого обеспечения? Действительно, вопрос неоднозначный. Есть разные мнения, не только как бы среди людей медийных, но и среди экспертов. Насколько, в какой степени серьезно имеет место это обеспечение. Но, тем не менее, повторю еще раз, что специфика американского долга состоит в том, что есть доверие мировой экономике к американским облигациям федерального казначейства, как наиболее надежным средстве хранения лишних свободных финансовых ресурсов. Второе. Никогда, прежде ни разу, эта самая система американская, федеральное казначейство, не подводила никого из своих вкладчиков. И рассчитывалось всегда очень аккуратно по своим обязательствам. Говорить о потолке госдолга – это просто смешно. Это очередной спектакль, который разыгрывается для народа. И, в общем, совершенно очевидно, что, поскольку спектакль, то желательно его завершить где-нибудь так, за полчаса до часа че. Но от этого смысл не меняется. Поэтому это даже обсуждать неинтересно. Если говорить о проблеме того, что госдолг стал быстро расти, то проблема США, опять-таки, не сам госдолг, а проблема в том, что они сегодня через госдолг финансируют падающий частный спрос. И вот здесь есть серьезные проблемы, потому что эффективность этого механизма по мере увеличения бюджетных расходов падает. То есть, иными словами, долго так продолжаться не может. А если частный спрос будет падать, то, соответственно, это автоматически означает падение ВП США. Сегодня в США спрос тому хозяйств больше, чем реально располагаемые доходы, примерно на 3 триллиона долларов в год. И компенсировать эти триллионы исключительно за счет бюджета все равно не получится. То есть, в общем, есть очень серьезные проблемы, сделать с которыми что-либо системно-стратегически, скорее всего, невозможно. Но тактически они выкручиваются пока, во всяком случае. По некоторым оценкам, ресурсы этого исчерпания закончатся к осени этого года наступившего. Но тут есть тоже вопросы. Поэтому, в общем, не вызывает сомнений, что надо что-то менять в политике. И, судя по всему, это понимание в 2012 году пришло, потому что очень сильно изменился кадровый состав администрации Обамы и с точки зрения внешней политики, и с точки зрения внутренней. И, скорее всего, это приведет к очень сильным изменениям в политике. Но вот тут есть вопрос, то ли они попытаются все-таки переломить негативную экономическую тенденцию. Мне кажется, что это невозможно, но попытки могут быть. Либо же они уже готовятся к тем последствиям, которые будут в результате углубления кризиса. На сегодняшний день угрозы серьезной рецессии, угрозы дефолта США и серьезной рецессии в мировой экономике нет. Но существует очень реальная угроза сильного падения на международных финансовых рынках в случае затягивания с решением проблемы потолка госдолга и дефицита государственного бюджета США. Почему нет угрозы дефолта и нет угрозы, соответственно, глобальной рецессии? Дело в том, что то, что мы сейчас наблюдаем с дебатами вокруг государственного долга и дефицита госбюджета США, это классическая политическая игра между республиканскими и демократическими партиями, смысл которой заключается в том, чтобы выставить соперника в максимально негативном свете, а себя в максимально позитивном. Я считаю, что, конечно, понятно, что идет речь не о каком-то глобальном дефолте, а речь идет о возможном техническом дефолте, даже в худшем случае. То есть, что значит технический? Это значит, что не то, чтобы у Соединенных Штатов нет средств для того, чтобы рассчитаться, а нет политического решения по поднятию потолка госдолга. То есть, это можно сделать, никакого там дефолта не будет. Что здесь можно сказать? Ну, прежде всего, это очень негативно, вот эта политика Соединенных Штатов, которая проходит сейчас, сказывается на... Ну, то есть, это распри между республиканской и демократической партией, сказывается на финансовых рынках и на самой Америке в целом. Потому что такая же ситуация с потолком госдолга сложилась 2 августа 2011 года, мы помним, когда тоже потолок госдолга достиг величины заимствований, там как раз сравнялся с ВВП Штатов, и тогда решение было принято за 12 часов до самого возможного дефолта, то есть, об увеличении потолка госдолга. И на этой новости агентство СНП снизило рейтинг Соединенных Штатов с ААА до более низкого рейтинга. Сейчас, возможно, то же самое. То есть, если администрация Соединенных Штатов будет действовать в таком ключе, то, соответственно, возможно, какие-то негативные последствия для самих Соединенных Штатов прежде всего. То есть, снижение рейтинга, допустим, фича, что уже об этом сказано, о такой возможности. Поэтому это негативно, то, что они навевают такой блокбастер, напоминает это голливудский блокбастер, когда в последний момент главный герой вырывается из оков и всех уничтожает. Что-то похожее происходит, это абсолютно, конечно, не может дестабилизировать, скажем так, финансовые рынки. Это что касается... Ну, я, конечно, всем понятно, наверное, практически на 100%, что никакого дефолта не будет. Что они, в конце концов, это политические торги между республиканской и демократической партией, сведутся к тому, что республиканцы выторгуют какие-то дополнительные преференции. Я не жду больших проблем от нынешних переговоров, и действительно, скорее всего, они разрешатся. Потолок госдолга будет повышен, демократы каким-то образом договорятся с республиканцами, и, в принципе, дефицит федерального бюджета США будет сокращаться. Собственно, ну, вот это там механические, чисто технические вещи, как мне кажется, это было уже понятно, и здесь уже коллеги это неоднократно упомянули, прежними темпами США действительно не могут наращивать долг те объемы, которые сейчас они, скажем, предлагают покупать частным и государственным инвесторам, как резидентам, так и нерезидентам, они едва ли приемлемы, и, более того, страна, несмотря на низкие ставки, действительно сталкивается со сложностями уже и с продажей этого нового объема долга, и с его обслуживанием, это уже существенная часть, скажем, федеральных расходов в том числе. Ну, не говоря уже о том, что вообще-то в Соединенных Штатах есть еще сами штаты, и вообще тоже долга у них довольно приличная, и там вовсе все не так радостно и приятно, и там есть очень большие сложности на уровне самих штатов, поэтому если мы будем учитывать еще и эту компоненту, то, в принципе, долгом страна нагружена долго, поэтому почти, наверное, и республиканцы, и демократы заинтересованы в том, чтобы, скажем, ну, так или иначе эту проблему решить, и по-хорошему, да, то есть, может быть, сокращать ее актуальность, потому что она доставляет неудобства как сенаторам-республиканцам, так сенаторам-демократам, собственно, и политикам, в том числе находящимся на всех уровнях.